Метро Бутырская, рекомендации прогноз на 7 июня, неблагоприятный день для старта новых проектов. Дизайн человека говорит 35.6 самопознания, готовность пересмотреть чувства, которым вы даете выход и перенаправить их. Сожаление о полученном опыте вынуждает вас изменить свои методы и частично или полностью их пересмотреть. Через что мы можем это реализовать? Через ворота напротив. 5.6. Освобождение. Вера в установленный порядок со Вселенной освобождает от ожиданий. Когда мы растем, возникает давление. Если мы чтим природные ритмы, мы готовы к ответным действиям. Номерология. Планы на дальнейшую жизнь есть, готовность к постановке и анализу задач тоже, но что-то мешает сделать первый шаг. Но день дает помощь на преодоление этих трудностей. Самому сложно начать действовать. Вокруг есть люди, которым можно задать нужные вопросы, попросить сделать что-то несущественное, несложное для них, но очень важное для вас. Чтобы начать действовать. Не бойтесь общаться и признаться в своем незнании, в страхе перед ошибками. Попросите помощи. И неожиданная помощь воспеет вовремя. А ваше миролюбие не пострадает, ибо только сильный человек умеет признавать о своих ошибках. И это может быть очень актуально, потому что это вторник, день Марса. В этот день достаточно важно проверять какую-то активность, смелость, решительность. Доводить дела до конца. Помогать соседям, например, с ремонтом. А стараться проживать энергию, ощущая ее в теле, и выводить ее либо в физическое действие, либо в тему благодарности. Это день, когда очень важно защищать кого-то, проявлять смелость и решительность, избавляться от страхов. В этот день можно готовить, но не готовить мясо на огне, потому что это приравнивается к жертвоприношениям. Чем больше мяса ест человек, чем на самом деле больше в нем таких определенно агрессивных действий. Если вы хотите успокоить свой Марс, откажитесь от мяса. Если у вас внутри очень много какого-то гнева, обид, переживаний и так далее, вам может помочь йогурт. Йогурт очень хорошо успокаивает энергию, связанную с Марсом. При этом у нас луна в созвездии Пурва-Бхалгуни, которая считается очень благоприятной для личной жизни. Она символизирует день свадьбы. Первый из двух дней свадьбы Шивы в Спарвате. Символ этого созвездия – передние ножки кровати. Пурва означает то, что впереди. Утро означает то, что позади. То есть на следующий день будет созвездие утро в Халгоне, которое тоже связано с кроватью, но немножко в другом случае. Пурва в Халгоне – передние ножки кровати. Это кровать для активных действий сексуального характера. В принципе, это для релакса, для каких-то активных действий. Почувствовать себя живым, почувствовать себя нужным, почувствовать себя женщиной, почувствовать себя мужчиной. В принципе, в целом такие энергии примерно обладают. Утро в Халгоне – это больше за то, чтобы отношения были достаточно стабильными, за то, чтобы было не с кем заниматься сексом, а с кем рядом можно уснуть и будет хорошо и спокойно. И эта кровать уже больше для отдыха, когда человек упорно поработал и он может отдохнуть. Благоприятна для деятельности, связанная с убеждением, потому что при этом Луна находится в знаке 2, взаимодействие с органами власти, опять же по той же причине, противостояние врагам мирным путем, использование харизмы или личной власти с целью получения информации. Публичное выступление, творчество, занятие живописью, пение, занятие музыкой, отдых, релаксация и наслаждение. Можно что-то такое делать. Благоприятный день для романтических действий, свиданий. Благоприятный день для больших начинаний и ответственных решений. Все, что связано с недвижимостью, покупкой, продажей и открытием бизнеса. Потому что в абстрактном гороскопе Луна в Ольве дает аспект на одиннадцатый дом, дополнительные прибыли бизнеса и всяких таких сопутствующих приятных вещей. Неблагоприятна в этот день деятельность, требующая смирения и терпения. То есть день достаточно сексуальной энергии, его не нужно проживать неверно. Нужно как-то эту энергию, как-то, грубо говоря, то, что связано с антрой, то, что связано с поддолением энергии, она будет просить выход. Но как бы самое благоприятное в ключе, да, это делать с какими-то людьми на постоянной основе. Не подходит для интеллектуальной деятельности. Я на самом деле на себе проверяла, учиться в этот день не очень получается, потому что созвездие управляется Венерой, если они не изменяют память, а не Меркурием. Если бы управлялась Меркурием, тогда бы был хороший момент для изучения, исследований и так далее. Мне хороша для начала и лечения, и исцеления болезней. Болезни, начавшиеся в этот день, трудноизлечимы. Важно следить за сексуальной активностью, за работой с чем-то обжигающим, а также за состоянием кожи, за состоянием сердца и гневом. Да, это очень соотносится с энергиями Марса, потому что вторник. При этом у нас седьмые лунные сутки. Слово-инструмент созидания реальности. Слово-инструмент трансформации реальности из тьмы в свет. Мысль материальна. Слово творит материальную реальность. Начните осознавать, что ни одно ваше слово не проходит даром, не растворяется без остатков в пространстве. Каждое ваше слово без исключения становится кирпичиком, который вы вкладываете в мироздание. Любая излучаемая вами энергия несет на себе отпечаток, подобный отпечатку пальца. Это ваша индивидуальная подпись. Слово – это тоже энергия. Все сказанное вами никуда не пропадает. При помощи слова вы направляете в мир энергетический заряд, отмеченный вашей подписью. Вы направляете эту энергию совершить определенную работу. Совершив эту работу по вашему заданию, энергия возвращается уже в виде плодов этой энергии. Каковы эти плоды? Зависит только от того, какими были ваши слова. Помните об этом всякий раз, когда хотите что-то произнести. Обращайте внимание на то, какой эмоциональный заряд несут ваши слова. Помните о том, что вы направляете эти энергии для совершения работы и плоды этой работы получать обратно вам самим же. То есть слово – это бумеранг. Рекомендации. В этот день многократно усиливается и возрастает сила слова. Может появиться желание много говорить, но важно не поддаваться, если вас будут провоцировать на пустые разговоры. Старайтесь не участвовать в сплетнях и пересудах, обсуждении других людей. Все слова, отвеченные негативными энергиями, быстро приведут к негативным последствиям, так как говорящий получит их обратно себе же. Все сказанное в этот день вами и хорошее, и плохое будет осуществляться очень быстро. Если вы не уверены, что ваши слова принесут вам только благо, лучше лишний раз промолчать. Тянешь что-то сказать, нехорошее или ненужное, произносите вслух или про себя, аффирмации, молитвы или мантры. В этот день они особенно сильны. Аффирмации особенно действенны, а молитвы будут очень быстро находить отклик. И луна находится во льве. Аффирмация такая. Я освобождаюсь от потребности быть в центре внимания. Я освобождаюсь от гордыни и эгоцентризма. Я осознаю свое достоинство и уверен в своих силах. Я знаю, что заслуживаю уважения и любви. Я ощущаю божественную любовь, нисходящую на меня с небес. В качестве зрительного образа можно представить себе пространство, залитое золотым светом. И я желаю, чтобы ваш день прошел радости и легкости и великолепии. Вот вам сырок дружбы.